Если ты хоть чуть-чуть меня ценишь, если у тебя в сердце хоть малейшее место есть для меня, то ты придёшь и исправишь всё. Надеюсь, Силыш не накажет тебя. Слушай, разве можно так долго зашивать эту пуговицу? Ночью, когда снимаешь, осматривай одежду, а? Доброе утро. Ладно, я с Тунчем иду. Хорошего дня. Джуна и дома, Тунч? Шагай давай. А что такое, дядя? Это Сирада Фериде. Написал Джуна эту любовное письмо. Что? Ты всё правильно слышал. Очевидно, 250 тысяч не хватило ей. Ожидая Джуна это, она видит нас перед глазами. Как говорится, если какой-то человек ненасытен, так сделаешь так, чтобы ценил. Дядя, могли отправить человека? Зачем нам самим? Если хочешь что-то сделать, то делай сам. Пойдём. Не бойся, мама. Сынок. Ягнёночек мой. Ты не ушёл, мой несчастный? Ты ведь вернулся, да? Никуда не ухожу я. Ой, слава Всевышнему, а когда ты вернулся? Боже мой, даже чай заварил, а? А я тебя ждала, и днёнок мой у окна. Слава Всевышнему. Я сделаю тебе яичницу, а? И свежий хлеб купим. Хорошо? Да, давай. Доброе утро. Ты обдумал то, что я сказала? Слушай, чего ты таким не понимаешь, чем человеком оказалась, а? Давай, удачи. Послушай, Кемаль забрал у тебя Бахар. Каждый день они будут у тебя прямо перед глазами, и ты будешь страдать. Он забрал у тебя того, кого ты любишь больше всего на этом свете. Ты не будешь ничего делать? Знаешь, такими темпами всё он у тебя заберёт, предупрежу. Всё заберёт. Удачи. Это Хандан была? Ты что, опять сыночный чувал здесь, что ли? Кемаль, давай, пойдём. Заболеешь ведь? Нет, нет, не заболею. Теперь я точно знаю. Давай, шагай. Здесь уже очень холодно. Да и дома позавтракаем. Пойдём. Могли бы на машине поехать. Да недалеко же. Пойдём. Доброе утро. Доброе утро, дорогой. Слушай, не опаздывай. Не опоздаю. Ферман, прошу тебя. Чего ты просишь? Ну, придёт же. Кадер сейчас придёт же. Не придёт. Давай, я приготовлю тебе завтрак, чтобы ты не опоздал. Не хочу. Ферман, ну не надо, прошу. Елдис, ты не можешь расслабиться. Чего ночью в клубе ты так же делала? Ты сдерживаешь себя, чтобы не развлекаться. Ну не могу я, что поделать? Что, врать, что ли? У меня ведь столько проблем сейчас. Да и ведь я пришла. Конечно, пришла. Там столько людей, и ты пожаловала. Это ведь уже почётно, да? Ферман, послушай, ну ты же знаешь эту проблему, касаемо ребёнка. И знаю, Елдис. Но ты тоже кое-что не знаешь. Люди сходятся не обязательно для того, чтобы сделать ребёнка. И порой из-за того, что они любят их друга. Да ладно, я вам рассказываю. Пойду в ванную. Разве может быть человек настолько безвкусным? Когда твои руки взяли мои, и я почувствовала, как сердце останавливается. Ты на день рождения надел белый свитер, который купила тебе я. Он тебе очень подошёл. Нужно избавиться от следов. Сынок, почему пришла Хондан? Да просто пришла. Это понятно, но почему пришла-то? Да, мам, ну пришла. Какая тебе разница? Слушай, сынок. Ты её не знаешь. Не вздумай вестись на игры. Она очень коварная. Как она всех обхитрила-то, а? Что она беременна? От неё всего можно ожидать, имей в виду. Да надо, какая разница. Она и тебя обманет, сынок. Ради бога. Говорю же, не приближайся к ней. А с Кеманем что случилось? Да ничего, что могло быть? В тот день он очень переживал за тебя. Вы не говорили с ним? Нет. Ну хватит уже, сынок. Закончится всё хорошо, а? Поскольку ты здесь, я могу заняться работой. Я тебе отправлю хлеб, ладно? Да, ладно, я всё сделаю. Ты иди работай. Давай, удачи. Эх, ягнёнок мой. Ягнёнок мой. Послушай, я доверяю тебя Всевышнему, слышишь? Доброе утро. Добро пожаловать. Сестра Элдис, с чего мне начать? Где хочешь, там и начинай. Итак, дома не грязно. Чисто здесь. Ничего, я всё равно протру. Сестра Элдис, с тобой всё нормально? Что это случилось? Всё нормально. Кадер, дорогая, перед тем, как начать, хочешь что-нибудь покушать? Нет, нет. Я уже позавтракала. Я начну в спальне, чтобы тебя не тревожить. Простите, простите. Вот дом, который внизу. Сыновей моим не надоело, чтобы я по деревенским дурам ходил, а? Дядя, мы делаем то, что правильно? Что правильно-то? Деньги я опять дать? Мы что, на улице деньги собираем? Слушай, это может быть ловушка. Какая ловушка? Ну, с самого начала у них были планы. Хотели влиться в семью, а мы всё испортили. Они могут попытаться отомстить нам. Ты посмотри на свой дом, дядя. Всё может быть там, внутри. Так же, как они ко всему готовятся, мы тоже готовимся. Собака хозяина только из окна сможет выловить. Но в этот раз ни в то окно они залезли. И нужно им это объяснить. Мы их немного напугаем. Тебе нужно что-нибудь ещё? Нет, дорогая, спасибо. Приятного аппетита. Что не так с тобой? Да всё нормально. Да есть же что-то. Скажи мне. Я не знаю, но... Тебе не кажется, что ты слишком груб был с Биратом? Это ещё мало. Мне кажется, такого бы он не заслужил. Как это не заслужил, Бахар? А? Конечно. Ты ведь не знаешь. Бират знал, что Хан Дан не беременна, но он не сказал нам. Чего? Да нет, дорогой. Бират так бы не сделал. Я так же думал, но я ошибся. Я спросил у него, он сам признал. Нет. Не может быть. Он бы так не сделал. Всё это сделал подонок, которого я назвал братом. Этого подонка я братом называл. Если бы Хан Дан не сказал, мы бы и не узнали. Он видел нас, Бахар. Он видел, в каком мы состоянии. Но всё же молчал. После того, как пройдёт совещание, ожидайте время для презентации. Хорошо. Сестра? Ты куда? У меня дела. С тобой всё нормально? Ты к Фериде идёшь? Да какой Фериде? Говорю же, у меня дела. Увидимся. Наргись. Есть несколько последних документов по отелям. Отправь их, дядя. Хорошо. Да, ладно. Увидимся. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня будем работать из дома. Ой, прекрасно. Свитер хороший. Ты купил? Ну, друг один подарил. Тебе очень подошло. Фериде же купила, да? Ты прости. Эй, Илюль. Я вспомнил это. Я забыл, что купила она. Но из сердца своего она не вышла. Ну всё, хватит расстраиваться. Это выбор Берата. Что поделать? За все эти годы не смогли мы его узнать, значит. Ты на учёбу? Да. Я тебя подброшу, пойдём. Не нужно, дорогой. Я пойду. Сынок, ты замёрз. Всю ночь был на улице. Ты останешься дома. Отдохни немного. Нет, тётя Сергея. Спасибо. Я приду после полудня. Пообедаю. Ну и немного отдохну. Ну ладно. Ну я побежал. Увидимся. Очень опаздываю. Целую вас. Хорошего дня. Давайте. Доверяю Всевышнему вас. Бахар. Бахар. Бахар, это всё, да? Что я тебе плохого сделал, чтобы ты даже в лицо мне не смотрела? Я тебя только любил, что я сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Откройте дверь. Кажется, они не дома, дядя. Шакалы своего междашка далеко не отходят. Наверняка они где-то здесь. В окна посмотри. Открывайте, давайте. Успокойся, иду я. Иду я. Ты... Ты разве не соседка, Незера? Конечно, чтобы прикрыть вранье Зухре, стала соседкой Незера, да? Тогда пришла, чтобы денег получить у Зухре? Фериде была очень больна. Если бы не было нужно, я бы не пришла. Хватит уже о своих потребностях. Вы банда или что там? Где она? Дядя. Здесь нет. По комнатам посмотри. Хорошо, дядя. Что за драка? Хорошо, я медленно иду, иду. studying. Продолжение следует... Ты хочешь чаю? Субтитры сделал DimaTorzok Секрет Это самый сложный груз, который человек может вынести Ты этот секрет многие годы хранишь внутри себя Ты стала для Тунчо мамой Ты всегда держала внутри себя Информацию о том, что он мой сын Все эти дни он постоянно говорит о тебе Что однажды ты выздоровеешь Он говорит о том, что ты расскажешь, почему ты так замолчала вдруг Но ты не расскажешь, я знаю Если бы ты хотела рассказать, то давно бы уже рассказала Поэтому ты в таком состоянии ведь Порой мне кажется, что он знает, что я его мама Я так чувствую Этот секрет и меня давит ведь Каждый раз, когда я смотрю на Тунчо Каждый раз, когда мы с ним пересекаемся взглядами Я ведь понимаю, что даже если он узнает, что я его мама, он меня не простит Это убивает меня Где Бират? Он за микроавтобусом Все нормально с ним? Да, все нормально Что случилось? Почему ты пришел? Начальник сказал Что случилось? Да неважно, что случилось Собаки место свое не знали Ну я им его и показал Давай, иди расскажи начальнику Давай В комнатах нет, дядя На улице тоже нет Где Фериде? Это что, часть вашего плана? Сначала пишете письмо Потом девочку куда-то деваете Какое письмо? Послушай Я не поведусь на эти игры Много видел людей, которые, будучи тупыми, пытались обмануть умных Где она? Не знаю Вечером была здесь, когда я проснулся, ее уже не было Наверное, отправилась в магазин Кем ты приходишься, Фериде? Я никем Ты мама Селима? Да кто такой Селим, я не знаю И что это за допрос такой вообще? Внезапно врываетесь ко мне домой Из-за того, что дали нам несколько куруш, а мы что, теперь обы ваши? Женщины Эти твои три куруша, если ты Продашь этот дом из себя саму Ты не наберешь эти деньги Поняла? Дядя, пошли отсюда Я пришла Горячий хлеб Вот главарь банды пришел Кемаль Друг мой, посмотри сюда Да, брат Вот, возьми Будешь теперь только ты управлять ею Ну это, да, была машина Бират, а теперь твоя машина А Бират? Бират взял небольшой перерыв Ему нужно отдохнуть В это время ты будешь заниматься этой машиной Хорошо Возьми Давай, садись Какая ты безгордая Жаждущая денег, а? Как ты все еще можешь говорить, что ты любишь моего сына? Как ты могла написать это письмо, невоспитанное? Какое письмо? Я не писал никакое письмо Да хватит уже врать, а Не стыдно совсем? Вы с мужем это спланировали, что ли? С мужем? Сначала хотели влиться в семью Но ваш план рассекретили Теперь хотите поддерживать чувство Джинейта и деньги получить, да? Я не писал никакое письмо И я не жена Селима Хватит уже клеветать на меня Почему вы так подло ведете себя? Это ты виноват в том, что я все это пережила Я просто любила Джинейта Но из-за того, что у меня нет денег Вы считаете меня недостойной Вы меня просто повалили По глазам твоим я еще понимал, насколько ты бесчестный человек И я не ошибся Да хватит уже Вы ее выкинули на улицу без еды А сейчас пришли, смотри на меня Молчи ты И Селиму вы деньги дали Когда звонил с его телефона, я услышал вас Не глупи Я с этой собакой дел общих не имею Хватит клеветать на нас, а? Твой партнер же получил деньги от Зухри Какие деньги? Я даже не знаю К черту Еду, которую я тебя кормил Деньги, на которые я тебе все покупал и одевал тебя Держись подальше от Джинейта, слышь? Если я еще раз увижу тебя радость с ним Пожалеешь, что на свет родилась И этот дом даже для тебя будет райом казаться У жены это свадьба Держись с него подальше Свадьба у него? Приветствую Привет Где моя машина? Ты садись Начальник, кому ты дал мою машину? Лев, дорогой Тебе кто-то что-то сказал? Ты кому ключи отдал? Бират, иди немного отдохни В последнее время ты выглядишь неладно Как бы все не вышло из-под контроля Мы с тобой бы не попрощались навсегда Слушай, начальник, спрашиваю Кому ты дал мою машину? Кем Алю дал? И не нужно злиться из-за этого Да, возьми И это забирай меня Кем Алю, он трудолюбивый Да и ты привел его сам к нам И он помог Он реально работает Ты немного отдохни И Кем Аль за то время посадит своей машиной Когда ты вернешься, вернем ему другую Ладно? Отстань ты уже от Джинейта Если ты этого не сделаешь Я знаю, как тебя заставить Эта игра сильно затянулась Достаточно денег, вы содрали с нас Многих людей расстроили Ты говоришь, что Джинейта любишь? Послушай Человек не будет делать больно тем, кого любит Вы спровоцировали наше расставание с Джинейтом Вы никогда не считали меня достойно его Хватит Я ни в чем не виновата Ты маленькая дядя Заткнись Я тебя в кровати с серимом видел Я тебя туда закинул, а? Я вам свадьбу что ли организовал? Не было у меня никакой свадьбы Да хватит, а? Это ваша новая игра, да? Но не надо зря стараться Я не поведусь Забери ее отсюда И так много денег уже у нас забрали вы Хватит, а? Отстаньте от нас Если еще раз я вас увижу Я вас раздавлю, как букашек Позволь Джинейта создать себе Новую жизнь Пускай у него будет счастливый брак Если ты вновь испортишь его жизнь То тебя никто не заберет из моих рук Господин Осман Тунч Это правда? У Джинейта будет свадьба? Не позволяй Джинейту отказаться от тебя Он все еще тебя не забыл Расскажи ему Но он же мне не верит Сделай так, чтобы он услышал твое сердце Ну прямо сейчас послушай его отца Ладно? Расскажи вам Спасибо за просмотр!